МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Париж осколачивает антитурецкий альянс. Иран намерен сохранять присутствие в Сирии. Рыбаки зарабатывают на жизнь в ледяных водах реки Чорох. Сегодня день рождения Рубена Севака. В заявлении метеорологов говорится, что на большей части территории Западной Армении погода ухудшается. Ночью ожидается снижение температуры. На дорогах густой туман. Граждане должны быть крайне осторожны на крутых склонах, покрытых высоким слоем снега, так как температура воздуха в последние дни была на 4-8 градусов выше нормы, что может быть опасно таянием снега или сходом лавин. На дорогах ожидается гололед. На перевалах, особенно горных районах провинции Ван, Эрзрум и Бетлис будет метель. Омбудсмен Армении Армандо Туяна публиковал на своей странице в Фейсбуке видео и сделал запись. Доказательство того, что азербайджанские военные в непосредственной близости от сел Сюника стреляют как из мелкокалиберного, так и из крупнокалиберного оружия. Это видео было сделано два дня назад в разное время суток на участке между селами Агарак и Гвард общины Капан. Его сняли наши дозорные. Для того, чтобы представить расстояние, отмечу, что с места, где были произведены выстрелы, до села Агарак по прямой линии составляет около одного километра. Защитник прав человека Армении периодически получает от жителей деревень Капана сигналы гнева и беспокойства о периодической стрельбе со стороны азербайджанских военных. Все это еще раз подтверждает, что в непосредственной близости от общин Сюника на дорогах, связывающих эти общины, не должно быть азербайджанских военных сил. Это ставит под угрозу права мирных жителей и подрывает их спокойствие и мирную жизнь. Общий объем гуманитарной помощи, отправленной в Армению в прошлом в 2020 году, значительно снизился по сравнению с 2019 годом. Но некоторые страны, в частности Франция, Чехия и Китай, отправили больше помощи. Как сообщает Армен Пресс, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статкомитетом Республики Армения. В январе, в декабре 2020 года в Армению было импортировано 24 551 000 долларов гуманитарной помощи против 110 860 500 долларов гуманитарной помощи за аналогичный период 2019 года. Хотя общий объем отправленной гуманитарной помощи уменьшился на 77%, объем помощи из некоторых стран значительно увеличился по сравнению с 2019 годом. В частности, объем гуманитарной помощи, отправленной из Франции, увеличился на 94,6% по сравнению с 2019 годом. Объем гуманитарной помощи из Чехии в 2020 году увеличился почти вдвое. В прошлом году Китай направил в Армению гуманитарную помощь на сумму 3 363 200 долларов, что на 38,6% больше, чем в 2019 году. А в 2020 году объем гуманитарной помощи снизился в связи с прекращением полетов из-за коронавируса и сокращением грузоперевозок. Однако в конце года, во время 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, гуманитарная помощь доставлялась в Армению многочисленными рейсами. Париж не скрывает ревности к активной политике Анкары в регионе, которая вынуждает всех вертеться вокруг себя. Но опасность для Турции заключается в том, что потенциально политика Франции может породить проблему пересмотра государственных границ на Большом Ближнем Востоке. А курды могут стать очередным пазлом в новой дипломатической игре. Анкара очень рассчитывала на то, что ее пригласят для участия в работе форума в Афинах, на которой были приглашены Кипр, Франция, Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. Тем более, что ранее она сама призывала созвать международную конференцию по восточному средиземноморью с целью найти выход из кризисной ситуации. Поначалу все шло нормально. 25 января после почти пятилетнего перерыва возобновились так называемые предварительные контакты между Грецией и Турцией. Реальное содержание переговоров официально не раскрывается. Однако греческая сторона настаивает, что обсуждает только вопрос разграничения морских зон. Президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо своему турецкому коллеге Раджепте Пардогану и предложил поддерживать конструктивный диалог. Кроме того, в марте по инициативе ООН предполагается провести неофициальные контакты по проблеме Кипра. И вдруг срыв. Турцию решили оставить за бортом. Хотя вроде бы складывалась предпосылка для координации усилий по решению острых проблем. Полный текст статьи доступен на нашем сайте. Иран будет сохранять свое присутствие в Сирии, пока этого хочет сирийское правительство и сирийский народ, заявил в интервьюре новости старший советник главы МИД Ирана Али Аксар Хаджи. Мы не получали никаких посланий относительно вывода наших войск. Мы находимся в Сирии по просьбе сирийского правительства. Оказываем военную консультацию и продолжим делать это до того момента, пока сирийский народ и правительство Сирии хотят этого. Пусть выходят те, кто незаконно зашли в Сирию и оккупировали ее земли, отметил он. Хаджи также приветствовал заявление США о возможном прекращении обеспечения безопасности нефтяных полей. К востоку от Еврата, однако, относятся к ним с недоверием. Он подчеркнул, что нефть к востоку от Еврата принадлежит сирийскому народу. Напомним, что на территории Сирийской Арабской Республики на законных основаниях находятся лишь некоторые подразделения ВСРФ и ВСИрана. На территории Сирии, незаконно нарушая международное право, находятся Вооруженные силы Турции, которые фактически оккупировали северные районы Сирии и подразделения армий США, которые расположены в курдских районах, обеспечивая безопасность добычи нефти подконтрольных курдских формирований. В некоторых частях Западной Армении в зимние месяцы те, кто зарабатывает себе на жизнь рыбной ловлей, ловят рыбу в ледяных водах реки Чурух. Река Чурух – одна из самых быстрых рек мира, частично покрыта льдом у города Бабер в Западной Армении. Несмотря на холодную погоду, в реке ловят рыбу традиционными методами. Рыбаки ломают ледяной покров толщиной в 40 сантиметров. Один из граждан, который летом работает на строительстве, а зимой зарабатывает на жизнь продажи рыбы, сообщает, что ловит около 100 килограммов рыбы каждую неделю традиционными методами. Сегодня день рождения Рубена Савака. Родился в селе Селеври, близ Константинополя, в семье ремесленника-торговца. Учился в местной школе, позже в семинарии Перперян, Константинополь. В 1911 году окончил медицинский факультет Лозаннского университета в Швейцарии и работал в больнице в Лозане. В 1914 году вместе с семьей вернулся в Константинополь. Рубен Савак раньше своих выдающихся современников заметил недвигающуюся угрозу геноцида против армян. Савак призывал к деятельности в своих творениях, подчеркивая важность национального единства. Весной 1909 года, когда 30 тысяч армян были убиты в результате кровопролития, организованного младотурками в Киликии, Рубен Савак был одним из национальных деятелей, которые предупреждали, что худшее впереди и нельзя верить младотуркам. 24 апреля по приказу турецких властей в числе более 250 представителей армянской интеллигенции был арестован и сослан вглубь Османской Турции в Сирийскую пустыню, где 26 августа того же года вместе с другим армянским поэтом Даниэлом Варужаном был зверски убит. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Арцахей Вараракн. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok